Первое. Бисмилляхи ррахмани ррахим. С именем Аллаха, милостливого ко всем на этом свете и лишь куверовавшим на том. Произносится при начале любого действия. Рекомендуется произносить перед едой, сном, одеванием, чтением Корана, омовением, чтением богословских книг и так далее. Второе. Я прибегаю за помощью к Аллаху для защиты от проклятого сатаны, лишенного его милости. Произносят с целью защиты от сатаны, обращаясь за помощью к Богу. Читают перед чтением Корана, сур аль-фатиха в намазе, перед тем, как лечь спать, перед совершением омовения, прежде чем войти в туалет и другие грязные места. А также в состоянии гнева. Третье. Салля Аллаху алейхи вассалям. Мир ему и благословение Аллаха. Произносится после упоминания имя пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Всевышний в Коране говорит. Смысл. Воистину, Аллах и его ангелы благословляют пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. О те, которые уверовали, благословляйте его и приветствуйте миром. Сура союзники. Аят 56. Четвертое. Астагфир Аллах. Я прошу прощения у Аллаха. Это слово покаяния, которое произносят после совершения греха или лицезрения греховного. Пятое. Субханаллах. Аллах выше от каких-либо недостатков. Произносится, когда мы видим что-либо волнующее или удивительное, прекрасное. Шестое. Аль-хамду лиллях. Ся хвала Аллаху. Произносится в благодарности Всевышнему за все дарованные им блага, когда случается что-либо хорошее. Седьмое. Маша Аллах. Как же прекрасно то, что пожелал Аллах. Произносится при восхищении чего-либо или кем-либо, выражая покорность воле Господа тому, что Он предопределил для человека, уменьшает вероятность сглаза. Восьмое. Инша Аллах. Если на то будет воля Аллаха. Произносим, когда намереваемся совершить что-либо. Надеемся на какой-то результат, зная, что все произойдет только по воле Божьей. Девятое. Баракаллах. Да дарит Аллах благодарностью. Произносится в знак благодарности за совершенное доброе дело. Десятое. Ассаляму алейкум. Или Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатум. Да пребудет с вами мир, благополучие, милость Аллаха и его благодать. Этими словами мусульмане приветствуют друг друга. В ответ можно услышать. Ва алейкум ассалям. Или. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатум. Это означает и вам всего того же. Одиннадцатое. Ля хавля ва ля хувата илля биллях. Нет силы и мощи, кроме как от Аллаха. Читают, когда постигают какое-либо затруднение. И поминая Господа, таким образом человек принижается перед Ним. Показывают, что поменять это положение к облегчению способен только Всевышний. И только Он владеет всей ситуацией, а не люди или любые иные обстоятельства. Двенадцатое. Инна лилляхи ва инна илляхи раджаун. Поистине, мы от Всевышнего и к Нему будем возвращены. Произносят, когда случается какое-либо горе, несчастье или при печальном известии о смерти кого-либо. Тринадцатое. Аминь. О Аллах, прими нашу мольбу. Когда кто-либо читает мольбу, дуа, остальные присутствующие произносят Аминь. А если понравилось видео, поддержите нас лайком. И таким образом и вы, иншаллах, принимайте участие в распространении нашей религии. Давайте познавать Ислам вместе. И обязательно не ленитесь выделять время для изучения своей религии. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуму. Ассаламу алейкум ва баракатуму.